Никаких многотомных докладов и отчетов. Темы разговора задавали сами аграрии. Премьер-министру рассказывали о том, что волнует больше всего. О снижении ставки по кредитам для сельхозпроизводителей, о субсидиях, о нехватке кадров. Полностью неотваженный вопрос со сбытом производимой продукции. Благодаря программе импортозамещения ее объемы растут. И теперь возникает вопрос, где хранить выращенные овощи и фрукты. Не рассматривается возможность строительства федеральных логистических центров для хранения сельскохозяйственной продукции и оказания помощи на местах в регионы, для того, чтобы мы могли здесь у себя построить такие центры. Мы как раз говорили с Вениамином Ивановичем по поводу того, чтобы строить такие центры на Кубани. И мы эту работу обязательно продолжим, имея в виду, что нужно строить и большие, и не очень большие центры, в зависимости от ситуации на рынке. Остро сегодня стоит и вопрос земельный. В стране 29 миллионов гектаров зарастают сорной травой, а могли бы приносить богатый урожай. Такие участки должны изымать у недобросовестных пользователей. Тем временем для тех фермеров, которые готовы работать, процедура получения земли должна быть проще. Губернатор Кубани не раз говорил о возвращении права крестьянам получать ее без торгов. И губернатор нам помогает, создал рабочую группу и вел омбудсмена по вопросам фермерам. Но поскольку эта тема не только о Кубани, мы хотели вашей поддержки попросить. В том смысле, что нам нужно навести здесь порядок в этих вопросах. И в том числе продолжить обновление законодательства земельного, которое фактически не обновлялось с реформы земельной. Не уверен, что нам нужны именно реформы в области земельного законодательства. Совершенствовать его обязательно будем. Сейчас дело правительства будет подготовить необходимые подзаконные нормативные акты для того, чтобы реализовать эти новые правила по изъятию неиспользуемой земли. Что же касается вопроса по поводу возможности передать без торгов такую землю крестьянским фермерским хозяйствам, я считаю, что это было бы нормальной практикой. Все это нужно делать обязательно. Здесь правительство всегда будет заниматься этими делами. Не сомневайтесь. Поддержал Дмитрий Медведев и предложение создать в Краснодаре центр агроинновации. В Кубанской столице есть 10 научно-исследовательских институтов и 3 университета, которые ведут разработки в АПК. Но каждый из них подчиняется разным ведомствам, что мешает совместной работе. Идею объединить усилия ученых премьер назвал разумной. Объединив их не организационно все вместе, а именно те научные работы, которые они выполняют, в том числе создав базу для апробации технологий, для тех действий, которые проводятся по исследованию почвы, применению лучших удобрений, применению лучших семян, причем выращенных самостоятельно у нас в Краснодарском крае. Результат, безусловно, был бы лучшим в целом по сельскохозяйственному комплексу. А затем можно было бы эти инновации рекомендовать для распространения на других территориях, в других регионах. Сельское хозяйство сегодня развивается неплохими темпами, отметил на встрече Дмитрий Медведев. Импорт продовольствия снизился на 35%, и на прилавках магазинов сегодня все больше отечественных продуктов. По словам премьер-министра, поддержка аграрной отрасли для правительства остается приоритетом, и объемы финансирования удалось сохранить на прежнем уровне. Самое главное, что прозвучало, что будет действовать программа развития села. Это, по-моему, для нас решает все вопросы. Будет газификация – ура! Будет водопровод, будут дороги, будут тротуары – конечно, ура! Поэтому все это я услышала, это прекрасно. На поддержку села в этом году государство планирует потратить 215 миллиардов рублей. И большая часть этой суммы пойдет на целевые субсидии в регионы, в том числе и в Краснодарский край. Кубань уже подтвердила статус гаранта продовольственной безопасности страны. Это отметил и Дмитрий Медведев. Всех аграриев региона он поздравил с очередным рекордным урожаем. Мария Крошина, Денис Москаленко и Артем Лычко. Кубань, 24, Динской район.